Маргарита, какая самая большая жертва, которую вы принесли искусству? Мне кажется, у меня нет этой жертвы. У меня сплошное удовольствие. Я получаю удовольствие и радуюсь, что я нашла себя в профессии. Героини моей гости яркие и страстные. Они кружат голову мужчинам и постоянно находятся в водовороте чувств. А вот какие эмоции и переживания наполняют закулисную жизнь моей гости, сейчас узнаем. Сегодня у меня в гостях прима музыкального театра, народная артистка Республики Беларусь Маргарита Александрович. Маргарита, доброе утро. Фраза как, я зачитаю, монтаж и техническое обслуживание внутренних санитарно-технических систем и вентиляции. Вам о чем-то говорит? Да, это моя первая профессия. Самая любимая, я хочу сказать, на тот момент, когда я закончила неполное среднее образование. И еще не знала, как себя определить, куда, чего я хочу. И я решила надежнее всего пойти в строительство. Это было ваше решение? Скажем так, за компанию. А, вот. Подружка тоже она поступила в этот техникум годом раньше. А я решила, что не буду отставать. А почему вы решили поступать не в музыкальное училище, а в строительную техникум? Ну, в музыкальное училище я хотела уже поступать только как вокалистка. А тогда вокалистов брали с 18 лет, потому что мутация голоса. И были наборы и с 16 лет, но я не попала именно в этот период. А вот родственники вас не отговаривали? От строительства? Да. Да вы что? Ну, все радовались. И бабушка, и дедушка, и мама. Вся семья думает, ну, получит нормальную, хорошую профессию, где себя прокормит. Где профессия строитель вечно. Все время надо перекладывать трубы, все время надо строить, проектировать. То есть это на хлеб с маслицем и даже с икоркой. Полученные в техникуме знания хоть когда-нибудь пригодились? Конечно. Я всегда знаю, что если квартира, то в ней должно быть 18 градусов, а в угловой квартире 20 градусов. А когда вы поняли, что погорячились со строительным техникумом и надо срочно поступать в Академию музыки? Я об этом вообще не думала. Я, учась в колледже сейчас архитектурно-строительной, я бегала и во дворец профсоюзов, и в дом офицеров, в Академию музыки петь. Я очень хотела петь. И там я познакомилась с педагогом, народным артистом, бражником Леонидом Федоровичем, который со мной занимался. И говорит, не будем спешить, не будем спешить, будем постепенно готовиться. Ты должна сама понять, нужно тебе это или нет. А тем временем я проходила практику трубозаготовительную. Там у нас была преддипломная практика. То есть шло своим чередом. И вот единственное было огорчение, когда Леонид Федорович умер, неожиданно. И тогда стал вопрос, или я поступаю в Академию музыки, или я поступаю в Политехнический институт. Конечно, я выбрала Академию музыки, хотя было недовольство всех. Потому что вот в нашей семье это не считается профессией, понимаете. Это хорошо, это приятно за столом попеть. У меня бабушка хорошо пела, дедушка всегда гордился. А как выбирать это как профессии, это очень сложный момент. И все, когда я поступила на подготовительное отделение, все заплакали. Говорят, как ты могла, как ты могла. Все так хорошо начиналось. Во время учебы в Академии музыки уже не было сомнений, что вы на правильном пути в своей судьбе. Да, вы знаете, это было мое. Я почувствовала, что я попала туда, куда хотела. Всегда к чему стремилась, оказывается. И я с таким удовольствием училась. Я даже не ощущала, что это обучение. Потому что если в колледже я училась, что-то не получалось. Что-то как-то сложно было перестроиться. Там много было технических предметов, черчения. Это все. Но когда у меня что-то не получалось в колледже, я не переживала. Я спокойно спала. У меня не было мук творчества. Но когда у меня в Академии музыки что-то не получалось, какое-то произведение, какой-то отрывок, там у нас было сцен движения, я не могла спать, я мучилась. У меня были бессонницы. Как это сделать? Почему? Что во мне не так? Может, я не... И вот тут начиналось... Может, я не туда пошла? Может быть, вот все-таки надо было пойти в стро... Как только что-то не получалось, я уже думаю, боже мой, ну в строительстве я бы спокойно спала. Ничего бы у меня не сколыхнуло. А тут, конечно, за живое берет, и ты как оголенный, без кожи. В одном из своих интервью вы сказали, что в то время на вас очень сильно повлияла встреча с Натальей Гайдой. Что тогда она вам сказала? Вы знаете, я училась на третьем курсе Академии музыки, и много пела песен из-за перет, арий из-за перет, дуэтов из-за перет. И мне посоветовали показаться Наталье Викторовне Гайде. Она тогда работала в музыкальном театре и преподавала в Театрально-художественной академии. Я пришла в Театрально-художественную академию и говорю, послушайте меня, потому что, в принципе, никто не владеет этим жанром опереты, стилистикой, как Наталья Викторовна. И до сих пор это мнение и осталось у всех. И она меня послушала и говорит, да, если ты очень хочешь, нужно работать. Но прежде всего работать и учиться, учиться, обладевать и стилистикой, и сценической речью, сценическим поведением на сцене. И вот по чуть-чуть она мне давала вот эти вот, я считаю, бесценные уроки, мастерства. А что это за история с прослушанием в оркестр Михаила Финберга? Говорят, что вам даже сказали, больше никогда не поете, это не ваше. Да, вы знаете, случилось так в жизни, что я пришла прослушиваться в коллектив. И сейчас, вот когда прослушиваешь студентов, прослушиваешь желающих, вот чтобы оценили, как мы поем, что нам делать, стоит ли нам петь, я всегда говорю, что можно ошибиться. Можно именно на прослушивании не показать себя так, как ты можешь на 150%. Это как экзамен, это как лотерея. И если человек внутри чувствует в себе силы, нужно работать, учиться, консультироваться и не опускать руки. Для вас это был своего рода знак, что это не ваш путь, и нужно свернуть куда-то в сторону музыкального театра. Это игра была. Вот такая юношеская игра, что пойду там прослушиваюсь, там прослушиваюсь, а что интересно скажут профессионалы. И больше ничего. Я бы не сказала, что я очень расстроилась. Это все у меня, это было проще. Вот когда я поступала с подготовительного отделения уже на основной курс Академии музыки, вот тогда я поняла, что это мой выбор, и если я не поступлю, я не знаю, что будет. Это будет, ну вообще, вся моя жизнь разрушится. Но мне повезло. Кстати, почему вы выбрали музыкальный театр, а небольшой театр оперы, например? Вы знаете, каждый должен в жизни найти свое место. Я обожаю жанр оперетты. Для меня он искрометный, сложный, но мой. Опера. Все мечтают в Академии музыки петь в оперном. Но нужно в жизни оценить свои силы. Где ты будешь более нужным? Я считаю, что для меня музыкальный театр раскрыл меня и как актрису, как певицу, вот этот комплекс. И я была готова к этому комплексу. Мне нравится играть в водевилях, в мюзиклах, в рок-операх. То есть я пробую себя в разных жанрах песенных. И это очень интересно. Это как бы ты себя раскрываешь с разных сторон, вот как бриллиант. Шлифуешь себя. Слава моя, в солнце встретит вас, танцует в поле, как веки вас. Ну, надо признать, Маргарита, что вы не ищете легких путей. И я знаю, что одновременно с поступлением в музыкальный театр вы начали еще и преподавательскую деятельность. Это получилось случайно? Или это был какой-то обязательный пункт какого-то продуманного карьерного плана? Вы знаете, вот продуманности карьерного плана у меня никогда не было. Пригласили на концерт в педагогический университет спеть мой любимый дуэт «Помнишь ли ты?». И после этого выступления декан пригласил меня тогда, помню, на четверть ставки попробовать себя как преподавателя. Да, на четверть ставки. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. И так сложилось, что у меня одновременно я на полставки работала в музыкальном театре, а потом с четверть я перешла на целую ставку в педуниверситете и даже перешла на основную, потому что в театре, когда приходит молодая актриса, естественно, мало спектаклей, мало выходов, и тебя не могут взять на ставку, потому что ты не будешь вырабатывать тот объем, который нужен для ставки. И это было как бы такое время, ты себя пробовала и в педагогической, в принципе, консерватория у нас и дает и педагогическое образование, и профессиональная оперная певица, концертная певица. И я не потеряла то, что давала консерватория, стаж педагогический, это тоже очень важно. А как ваши ученики тогда восприняли юную преподавательницу, которая сама еще совсем недавно была студенткой? Неужели у вас сразу получилось завоевать или заслужить авторитет? Вы знаете, сейчас молодежь вообще не имеет авторитета, как-то вот им все равно. Если я еще застала времена Советского Союза, что педагог это авторитет, это прямо и уступи место, и вперед пропусти, то сейчас это немножечко как-то так это по-другому. Но с дневным отделением у меня не было проблем. А вот заочники, когда набрали курс заведующих детских садиков, они заранее пришли в мой класс и стали как бы давить на меня, что вы же понимаете, что мы не будем сдавать то, что вы хотите школьную, акапельную, два произведения. Мы на руководящих должностях, нам нужно образование, чтобы пройти аттестацию, скажем так. Вы знаете, нашлась. Я сказала так, пожалуйста, все выйдите из класса и по одному. Потому что я поняла, что восемь человек. Я просто... Меня трястили. Внутри начался такой мандраж. Вот. И когда они по одному заходили, я говорила, что это ваш выбор. Вы можете получить зачет, можете не получить. Чтобы получить, нужна программа. То есть вы поставили условия? Да. Чтобы не получить, ничего не нужно. Но заслужить авторитет в театре, наверное, было еще сложнее. Ведь новеньким вокалистам всегда так долго присматриваются, сомневаются, какие-то испытания устраивают. Вы знаете, везде трудно начинать. Везде есть свои законы, везде нужен опыт. И, конечно, непросто. И я вижу, у нас молодые приходят. И это непросто. Но я знаю, что я тоже так же приходила и так же входила в эту профессию. Академия музыки дает только, скажем так, начальный этап твоего профессионального уровня. А театр это уже бесконечная работа и бесконечное совершенствование. Вашей первой роли в музыкальном театре стала партия Валентины из «Веселой вдовы Легара». Признайтесь, волновались перед выходом на сцену? Что вы? У меня цветок мандражировал так больше, чем я. У меня все тело мандражировало. Зуб на зуб не попадал. О чем вы говорите? Это было что-то... Я вообще как в тумане, как во сне это все было. Но справилась. Плохо помню, но во всяком случае спектакль... Занавес не закрыли из-за меня. Ну и, конечно, поздравления коллег. Да, да. Замечания, разбор полетов. Конечно, но тут было трудно что-то говорить, потому что у меня роль была небольшая Валентины, и там надо было спеть дуэт, финал и станцевать грезетки. Не упасть. Исполняются неща к счастью или к сожалению, но волнение есть. Может быть, когда я начинала, у меня это волнение за неделю начиналось. Мне просто вот аж как-то не спалось и вся трепетала. Сейчас меньше, но выход на сцену это всегда непредсказуемо. Все учесть трудно. Тут даже может свет погаснуть. И уже что-то надо делать. Ориентироваться. Каблук сломался. Ой, каблук сломался, юбка упала. Да, было все. И туфель побежал куда-то в оркестр. Все было. И здесь важно не растеряться. Чтобы должно... Как будто ничего не произошло. Все время вот эта наработка должна быть. Все так и должно быть. Все так и должно быть. А как обычно проходит ваш день перед спектаклем? Есть ли какие-то ритуалы, приметы, которым вы не изменяете уже много лет? Вы знаете, очень сейчас сложно говорить. Время такое сумбурное, время такое быстрое. И работ, скажем так, не одна. И крутишься, вертишься. Да, я мечтаю, что подготовишься. Голос надо нагулять, войти в образ. Но не всегда это получается. А может быть, так уже и не надо. Может, время уже другое. Может быть, мы уже научились быстро перестраиваться. Может, нам не надо столько отдыхать. Я не знаю. быть более мобильным, да? Да, может быть, вот у нас эти технологии, вот почему сейчас даже спектакли любят, скажем так, не, ну вот, час первое деление, час второе. Уже люди не высиживают это, уже они быстрее соображают, что ты сказал, чем им разжевывать это. То есть, время очень молниеносно сделало вот движение вперед, чтобы нам что-то вот затягивать. А артисты обычно с гордостью говорят о своих успехах и молчат о провалах. Вы помните свой самый большой провал? Ну, если, конечно, такой был. Я думаю, что было, но плохо помню, потому что это всегда память, мне кажется, вот природа и защищает нас, делает такой предохранитель. А сейчас я, наоборот, считаю, что вот прошло и прошло. Ты просто должен проанализировать, почему это случилось. Бывает, ты нездоров, бывают какие-то обстоятельства, не зависящие от тебя. Но идти вперед, просто идти вперед, останавливаться нельзя, потому что если начинаешь копаться, то ты можешь потом просто не смочь выйти на сцену, ты будешь бояться, что у тебя повторится вот тот же момент. И бывает, где-то забываешь слова или где-то не вступаешь, и потом ты уже выходишь на сцену, и у тебя зацикленность. У тебя уже глаза бешеные, и уже смотришь с большой любовью на дирижера. Сильва, Марица, императрица Екатерина, Настя из Бабьего Бунта. Какая из ваших героин на сцене больше всего похожа на вас в жизни? Я думаю, Сильва, и так многие актрисы ответят, потому что в ней все намешано женское. И любовь, и разочарование, и то, что она состоялась как певица, то, что она личность. ПЕСНЯ 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 Не секрет, что оперетта требует от артиста не только хорошей вокальной формы, но и физической, и я знаю, что вы очень строги в этом отношении. А что помогает вам поддерживать хорошую физическую форму? Работы. Это потому что все занято, весь день расписан, и оно в движении. А что, кроме театра, доставляет вам удовольствие? Ну, море, солнце, песок. Вы любите путешествовать? Я люблю путешествовать, да, да. Но это случается сейчас крайне-крайне редко, да. Три года назад один из интернет-порталов включил вас в рейтинг первых красавиц столичных театров. Подобные рейтинги листят или больше обязывают? Вы знаете, это, скажем так, реклама, там, менеджмент. Сейчас это модно. Конечно, приятно, что ты попал в это. Конечно, но это все проще как-то к этому относишься. А как вы относитесь к таким понятиям, как прима, примадонна, дива? Вам нравится, когда вас так называют? Ну, вы знаете, вот как вы перечислили, у меня разные роли. В бабе Мбунте это Настя, которая все время говорит, что мужики должны помогать женщинам, пить меньше. То есть, ну, она тут не может быть ни дивой, ни примой. Как происходит работа над ролей? Где вы нащупаете зерно этой роли? Как оно приходит? Ну, во-первых, это репетиции. Во-вторых, конечно же, стараешься выходить в другие театры, на выставки, где-то смотреть, как, например, художники себя сейчас выражают современные, как скульпторы, как артисты современные. Где-то что-то подсматриваешь, где-то думаешь, вот это для твоей роли. И оно постепенно, вот как-то вот не сразу. И вот сколько бы вот не играешь даже лет, одну и ту же роль, все равно она не стоит на месте, все равно она как-то вот переосмысленно идет с тобой вместе, твое вот взросление и роль по-другому немножечко. И думаешь, как ты раньше вот этого не понимал? И у меня вот поклонница, которая говорит, что вот, почему вы все время на одну и ту же оперетту ходите несколько раз? Она говорит, а потому что по-другому все играется, потому что вот я чувствую, что-то случилось. Партнеры разные. И партнеры тоже, да, и подстраиваешься под партнеры. Меняет. Дирижер разный, темп разный, погода разная, давление разное. Ведь это все, мы же играем на человеческих струнах. И потом зритель очень важен, понимаете? или вот так настороженный. Ты тогда можешь уже перехлестывать. Ты вот так стараешься, так стараешься. Или, наоборот, сразу тебя принимает, и ты уже, боже мой, таешь, как марону, уже сразу сказать спасибо, спасибо. Потому что это, конечно, вдохновляет, это, конечно, радует. И мы работаем-то для зрителя. Маргарита, совсем недавно вы стали народной артисткой Беларуси. Помните свои первые мысли, когда вам сообщили о присвоении звания? Ну, это вообще не, вот, знаете, русского языка не хватает, чтобы это все высказать. Во-первых, мне позвонили и сказали, вам грамота. Я говорю, какая такая грамота? А вот сюрприз. я пошла на радио, выключила телефон. Ну, естественно. Там была запись, да? И с полтретьего до полшестого мы работали. И тут я открываю телефон, у меня столько неотвеченных, пропущенных. Первый мне сказал Адам Османыч Мурзич. Я не поверила. Я говорю, так грамоту же обещали. Конечно, очень неожиданно. Кажется, все награды завоеваны, все звания получены. Что дальше? О чем мечтает народная артистка Маргарита Александрович? Как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, учиться, учиться, еще раз учиться. Потому что мы знаем, что мы ничего не знаем. Это бесконечная работа. Маргарита, наша программа называется «Смысл жизни». В чем для вас смысл жизни? Вы знаете, я бы хотела ответить монологом из спектакля «Русский фантом» Левина. Моя героиня, которую я играла, это Зоя Монрос. И вот она говорила, что мне кажется, что я живу только тогда, когда к чему-то стремлюсь. Мой солнечный остров, он всегда где-то там вдали. Я всю жизнь лечу и лечу к нему и буду лететь, пока не остановится мое сердце. И начиналась красивая ария про остров. Хороший очень спектакль, и тогда это было что-то новое. Маргарита, у вас есть все. Красота, талант, успех. Пусть они сопровождают вас всю вашу жизнь. Спасибо, это взаимно. Спасибо вам огромное. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Спасибо. Это был «Смысл жизни» Маргариты Александрович.